Все это является, так сказать, признаком незаконченного заезда. Incomplete это называется по-английски, по-русски это будет, условно говоря, квалификационный ноль. Два пилота, два брата, два представителя одной команды стартуют прямо сейчас. Первый боевой заезд, топ-16. Владимир Чевчан догоняет Гочу, догоняет действующего чемпиона российской дрифт-серии. Вот сейчас начинается зона Full Throttle и они поехали к точке Фурии Даши. Постановка почти синхронно, Владимир ее выполнил, но сразу на более широкую траекторию уходит Красная Сильвия и С-14. Гочу тем временем четко по траектории проехал первую секцию трассы. Впереди их ждет самая длинная клиппинг-зона, вторая, третья отметки. Удивительно, но в общем в темпе брата удерживается Владимир Чевчан. И почему это удивительно? Потому что Гочу был очень быстро на тренировках. Хотя так уклонялся от спаррингов тренировочных с соперниками. Каждый из пилотов проезжает лидером. И судьи оценивают это и сравнивают проезды в роли лидеров. И, соответственно, проезды в роли догоняющих. Вот сейчас для полноты картины нам, собственно, еще одного проезда и не хватает. Владимир Чевчан слева по ходу движения. Разгон, постановка. Гочу четко, конечно, все понимает прекрасно. Когда это все произойдет, синхронная первая перекладка удается Георгий Чевчану. И они поехали в эту длинную дугу. Владимир Чуть там за узел был дреда. Он распрямился и... И замедлился. Похоже, потому что уж очень как-то резко и внезапно догнал своего брата Гоча. И, как видите, желтая Сильвия С-15 осталась далеко позади. И, в общем, если судить по картинке, так и вовсе потерялась. Но, на самом деле, Гоча продолжил движение. Не настигла у нас вот эта информационная волна. Что у нас решают? Да, все-таки, все-таки вот это замедление в дуге имело место, похоже. Формально одинаковые по мощности автомобили. Но сколько там в реальности лошадей в этом запасном SR20 мы не знаем. Да, в общем-то, это сейчас и не так уж важно. Главное, что за рулем там Гоча. И Гоча это очень и очень сильный и опытный соперник для любого из пилотов. И заносит там Супру Сергея Кабаргина. Гоча начинает ускоряться к зоне Фуридаши. И Сергей Леонидович оказался далековато там, чтобы своевременно придать динамику своей Супре. Но вот он уже совсем близко. Ух, сколько же коррекций. Жаловался там на управляемость своего автомобиля. В интервью Сергей Кабаргин пытается ехать близко. Подъезжает плотную. Но тут же снова немного отваливается. И всего одна перекладка остается до последнего поворота. Так, Георгий Чевчан, преследуемый по пятам Супрэй. Пересекает линию финиша. Сергей Кабаргин и Георгий Чевчан продолжают спор за выход в четверку сильнейших третьего этапа РДС Грандфри 2018 года. Четко очень отработал респект зону Готча. Сразу ставится на минимальную дистанцию от своего соперника. Перекладка почти синхронная. И за пределами трассы задние колеса Супрэй не смог, к сожалению, после этого продолжить движение в управляемом заносе. Сергей Кабаргин. Давайте только без вертолетов обойдемся. На этот раз, дорогие друзья, не будем злить судей. Аплодисменты Диди Кабе, аплодисменты Георгию Чевчану. К сожалению, на этом дуэль пилотов закончена. Так, видите, решение судей. Тут, в общем, спорить-то о чем. Еще раз аплодисменты Сергею Кабаргину. Готчер, разумеется, как победитель квалификации, начинает этот полуфинал в роли лидера. Ну, а мы, конечно, поддерживаем пилотов. Желаем им, чтобы все было в порядке с техникой, а себе красивого парного дрифта. Поехали. Борт-оборт через зону фулл-троттл к точке Фурии Даши. И небольшой там зазор оставляет Евгений Ружеников, чтобы переложиться максимально близко. Готче. Чуть меньше был угол у Жени. И сейчас нужно с этим что-то делать, подъезжать близко, 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 близко. Потому что Готче непревзойденный мастер близкого парного дрифта. И победить его можно только таким же парным дрифтом, что сейчас и пытается сделать Евгений Ружеников. И у него практически получается. Браво. Поехали. Евгений Ружеников теперь впереди. И впереди также несколько десятков метров этой самой респект-зоны. Ускорение. Готче вообще ни сантиметра не проиграл здесь Евгению Руженикову. Айда постановка. Браво. Готче. Перекладка. Чуть меньше угол здесь у Чевчана. И что будет дальше в этой дуге? Сможет ли в нее вовремя попасть в эту клиппинг-зону Ружеников? Да. Есть ощущение, что получше страектории здесь у пилота Toyota Ice Gorilla Energy, чем у Георгия Чевчана в предыдущем заезде. Здесь с большим углом преследует Евгений Руженикова. Готче. И... Да, что я вам говорил. Да, гораздо ближе оказался Чевчан к Руженикову. Итак, что же решили судьи? Все-таки проезд вторым перевесил. Поехали. 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 Раз у МТ, два у МТ. До этого, собственно, и должно, и хватает. One more time. Три красных, один зеленый. Под ваши аплодисменты. Поехали! 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 Аркадий Цареграцов, пилот команды Фэйл Крю. К слову о разлитом бензине. Отправляется на второй раунд этого One More Time. Под ваши аплодисменты. Продолжение следует. Не случилось разгона в исполнении Аркадия Цареграца. Вы видите, как там помигивает светотехника. Вот и погасло вовсе. В общем, видимо, дело было не в бензине, что остается сказать по этому поводу. Готча проявил солидарность в данном конкретном случае. Не знаю, как это расценит судьи. По-хорошему, надо было бы в боевом режиме-то пахнуть хоть это одному. Что там говорили о вертолетах? Вот они, пожалуйста, снова. Аркадий Цареграца приветствует собравшихся выйти из-за руля своего обессилевшего Skyline. Ну что же, в графике дождемся, а то как-то на репрессии были судьи настроены. Нет, все-таки пожалели Готчу. Георгий Чевчан победитель третьего этапа РДС Гран-при 2018 года. Так вот, еще раз итоги в личном зачете. Абсолютно стопроцентный результат. 225 баллов увозит из Нижнего Новгорода на летние каникулы. Георгий Чевчан, пилот из Красноярска. Аркадий Цареграца второй, Дайга Сайта третий. А теперь начинаете открывать. Хорошо.